В конце лета на прилавках магазинов и рынков появляются первые арбузы. Несмотря на то, что сезоном этой ягоды является осень, люди активно ее покупают и в результате сталкиваются с такой проблемой, как отравление. Спелый и сочный арбуз, который дозрел в естественных условиях без помощи нитратов, приносит пользу организму человека. С его помощью очищаются почки и выводятся скопившиеся вредные вещества. Но когда недобросовестные фермеры применяют химию в процессе выращивания, такая ягода становится потенциально опасной для человеческого здоровья. Именно поэтому при выявлении первых признаков отравления арбузом люди должны обратиться за медицинской помощью. При отравлении арбузом признаки развиваются через 2-6 часов после потребления его в пищу. К ним относятся тошнота, реже рвота, жидкий неоформленный стул, боли в животе, спазмы, слабость, головокружение, головные боли, повышение температуры. Первая медицинская помощь при отравлении. Принимают меры по удалению яда из организма и нейтрализации его в кишечнике. Для этого необходимо пить как можно больше жидкости и принимать энтеросорбенты. Это лекарственные препараты, нейтрализующие яды в просвете кишечника. Это могут быть такие препараты, как активированный уголь, полисорб, энтеросгель, смекта. Часто причиной отравления становятся ранние арбузы. Их опасность состоит в том, что для того, чтобы ускорить созревание, ягоды растят под пленкой. Так достигается нужная температура, и арбуз становится спелым уже через два месяца после посадки. Однако за такое короткое время ягоды не успевают избавиться от накопленных нитратов, которые присутствуют в удобрениях. Поэтому высокая концентрация солей может быть признаком отравления. Также интоксикация может наступить от арбуза, который в результате нарушения целостности и длительного неправильного хранения накопил вредные микроорганизмы. Мякоть арбуза содержит большое количество питательных веществ, в том числе легкоусвояемые сахара, которые являются прекрасной средой для бактерий, вызывающих брожение. Для того, чтобы обезопасить себя от нежелательного отравления, необходимо правильно выбрать безопасный арбуз. Признаки спелого арбуза – это когда он созревает в августе, среднего размера, оптимальный вес 5-7 килограмм, сухим хвостиком, контрастного цвета, с твердой кожурой. Если поврежденная кожура, необходимо отказаться от покупки. Ни в коем случае нельзя приобретать арбузы у дороги на оживленных трассах. По словам эксперта, чтобы свести риски отравления арбузом к минимуму, желательно приобретать его в местах, сертифицированных эпидемиологическими структурами. По возвращении домой ягоду необходимо помыть горячей водой с использованием моющих средств, а затем тщательно сполоснуть проточной водой и в дальнейшем хранить разделанный арбуз в холодильнике не более суток. Карина Саяхова, Универньюс.